Амур А вот интересно, как происходит у вас самоизоляция? Чем вы занимаетесь? Ну, мы сидим с мужем уже давным-давно дома, нам по 66 лет. Ну, если только напротив у нас магнит, выходит муж за хлебушком. Соседки ко мне не ходят, бережем свое здоровье, правнук, с внучкой не приходит. Приду, я уже 4 года занимаюсь плетением из бумажной трубочки. Многие меня в Кировске знают, потому что мы участвовали во всех выставках. Я, вернее, участвую во всех выставках. Не скучное занятие, очень полезное и на подарки, и даже немножко на продажу. Пока только кручу трубочки. У меня их, наверное, уже тысячи две накручены. Когда будет вдохновение, начну что-нибудь плести. Пока вдохновения на плетение нет. Не знаю, что новое, потому что попробовано уже было все. А вот нужно узнать подробнее, что за трубочки? Что это? Это стиль такой? Плетение из бумажной лозы. Это можно на Б-рекламке, это любые газеты. Срезаешь край. У кого нет проблем, ну, в смысле, газет нету, то покупают офисную бумагу, газетную бумагу. Вот. И, как обычно, деревянные, вот, глаза, которые плетут корзины, вот, крутится трубочка на спицу. Вот. Потом, значит, их морилкой любой цвет красишь, вот, сушишь, потом обрабатываешь трубочки. И тут, конечно, не так-то все просто. Я три месяца в нашем центре, где бабушки и дедушки ходят, делала мастер-класс. Вот. Учила. Там кое-кто, конечно, умеет, вот. Но для стариков это трудновато немножко, вот. И это, там, плели корзины и короба. Вот. Сейчас у меня... На моем сайте можно все посмотреть. Галина Бусима, Гонтарий, сайт Одноклассники ВКонтакте, вот. Так что я обучала бесплатно. Там мастер-классы давала. Вот. Участвовала в ДКАх на выставках. И там, ну, сам немножко показывала. Вот. Это очень увлекательно, так что. После того, как сплетется, вот, проходится лаком и высыхает. Вот. И потом стучит, как будто деревянная. Ничего ей не страшно. Любому изделию ничего не страшно. Вот. У меня сплетен большой короб для правнуков, для игрушек. Потом короба в шкаф сплетены для одежды. Пасхальные курочки, пасхальные корзинки. Вот тут сейчас плела эти, грустные кувшины. Можно поставить туда банку с водой, поставить тюльпи. То, что вот так сидим дома. Вы знаете, я хочу сказать, что я сижу и в Одноклассниках, и в ВКонтакте. И всегда поддерживаю тех людей, которые говорят за то, что надо сидеть дома. Вот. Надо пересидеть. Молочешь, может быть, это не понимает. Вот. Нужно пересидеть. И у меня звонят со всей России. Вот. Мы с Мурманска приехали, в Русской области. А сейчас живем здесь в Санкт-Петербурге. Ну, в Кировске. Поэтому звонят, спрашивают себя, сидим ли мы. Да, сидим. Мне даже подруга с Нижнего Новгорода позвонила и сказала. Дочка сказала, мама, если приду и ты увижу, что ты гуляешь, я закрою тебя на ключ и будешь сидеть. А они сидят. Просто дети боятся за родителей. Вот. А мы хотим, чтобы и дети наши были здоровы, и внуки. Так что сидим дома. Приходите ко мне домой, когда кончится карантин. Я вам все покажу. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Как бы инвалид, обычный человек, он тоже умеет и радоваться, и огорчаться, и злиться, и обижаться, и так же орать, так же материться, так же влюбляться, так же хотеть. Я таким родился, ну, с рождения. Вот. Поэтому я, как бы, я не знаю, почему я стал таким. Когда инвалида начинаешь жалеть, он садится тебе на голову. Если меня жалеют, я считаю, что я Бог. Что я имею власть над любым человеком. Давай немножко поговорим о твоем творчестве. Сколько лет ты занимаешься на... 9 лет. 9 лет. В 2010 году я записал свой первый трек. Что я имею власть над любым человеком. Я собрать заново. Знаешь... Как ее я люблю. Я тогда не понимал, как вообще делается рэп. У меня было просто желание этим заниматься. И все. Я не знал, что такое подача, что такое флоу, что такое панчи, рифмы и все такое. Я ничего не знал. Я просто делал то, что мне нравилось. Я до сих пор делаю то, что мне нравится. Но уже опыт есть. Чтоб читать рэп, не обязательно иметь там офигенный голос. Главное чувство ритма и поэзии. Почему рэп? Потому что это единственная музыка, где можно высказаться. Все. А на болевшем высказать. Афроамериканцы придумали рэп для чего? Сделать народ свободным. И они высказывались. Для меня рэп это высказаться. Оружие. Мощное оружие высказаться. Это даже сильнее, чем дать морду. Но нужно помнить у каждого свои же чувства. И когда-нибудь я напишу для нас стихи. Ну а пока на душе мне как-то пусто. Любовь, прошу, не отпускай меня. Я знаю, ты и ты. И даже если это сон, то пусть ты моя жизнь. Без тебя я не проснусь. Любовь, прошу, не отпускай меня. Я знаю, ты и ты. И даже если это сон, то пусть ты моя жизнь. Без тебя я не проснусь. Что же слышу, да? Для чего я вообще стримы создаю? Ну, не ради денег, не ради того, чтобы жалость вызвать. Я вообще не люблю жалость. Я просто хочу, чтобы общество начало нормально относиться к людям, которые сидят в кресле. Вот и все. Что же слышу, да? Давай поржем, на самом деле. А, ты веришь в инопланетян? Инопланетян. О, это капец. Я в детстве боялся инопланетян. Я прятался инопланетян под кроватью, под столом. А почему вы тебя в детстве родители как-то напугали или что? Нет. Просто, короче, у меня сестренка, сестра, вернее, старшая, тогда жила у нас, она училась. На медикам она училась. И она у нас жила, она любила смотреть фильмы ужасов. И она включала фильмы ужасов. И вот я это боялся. Там показывали всякую хрень инопланетян. А я был маленький тогда, наивный. Да я и до сих пор наивный. Со временем это прошло, потому что человек взрослеет, он понимает, что это фильм. Ну и, короче, я брал все свои игрушки и прятался по столу. Что-то смешно, да? Почему именно женщины с обтекаемыми формами оказывают наибольшее сопротивление? Что-то смешно, да? Какие обтекаемые формы? Какие? Какие именно обтекаемые формы? Я не понял. Мама, женщина не машина, а что-то не ел. Блин, обтекаемые формы. Что-то смешно, да? А что означает фраза «Девка хоть куда»? «Девка хоть куда». Ну, это «Девка хоть куда». Ну, это, допустим, где у Сердючки есть песня же. Это «Сверху я красива и снизу ничего». Вот. Из этой серии. А ты, кажется, слушаешь меня по Сердючку. Правильно? Ну, извини меня, если со всех сторон она играла. То руки вверх, то Сердючка, то ласковый май. Скажи, пожалуйста, если бы твоя жизнь была кинофильмом, какой бы ты саундтрек выбрал к нему? А, о. Я бы сам написал. Я бы сам написал. Потому что лучше меня никто не знает, как я живу. Лучше кто? Лучше меня никто не знает. Потому что никто не пережил. И никто не переживает. Любой человек так. Я, например, я же не знаю, что в твоей жизни было, допустим, да? Ты сама можешь сказать своими словами. Я могу, ну, я сам напишу. Вот Эминем же написал саундтрек своему фильму «Восьмая миля». Скажи, пожалуйста, а победа над собой – это победа или поражение? Это победа над собой. Это, да, это, скорее всего, победа. Потому что ты растешь, ты развиваешься. А это самое главное в жизни. Я считаю, что человек должен расти, развиваться во всем. И умственно, и морально, и физически, и духовно, и в любой среде, которую он выбрал. Ну, ты живешь, да? Нас не покажут по ящику. Наши в истории не сказка совсем. Наши рассказы – печальная книга о том, что для нас было всем. Помню, когда я стоял под окном двоим, совсем позабы про друзей твои улыбки. Я сохранил на одной из старых кассет. Я скурил все сигареты. Я выпил дешевое поле. Во мне твои секреты, почему мне до сих пор так больно. Почему не понял, и никто, наверное, не расскажет. Чис летит бы за, как суперкары в Розаре. Покажется, при виде заживости тебя я вижу, вижу. Подойди ко мне, я тебя не обижу. Никаких, никаких, никаких. Просто подойди поближе. Я же люблю тебя, дурочка. Я люблю больше. Тебя люблю. Никогда не забуду. Я тебя люблю. Всегда с тобой буду. Можешь выжить, да? Желаю, короче, счастья, здоровья, успехов, чтобы всегда были адекватные, чтобы занимались саморазвитием, чтобы были умные, не оскорбляли друг друга, ценили своих родных, близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и слушайте качественный рэп. Этой ночью точно нет до сна. Я опять ищу тебя. Вместо сотен опустевших лиц Мне просто нужен ты Этой строчкой точно Я опять срочно Ждут тебя ночью Мне просто нужен ты Ты моя, ты моя, слабая, ты моя, ты моя, непонятная любовь Ты моя, ты моя, слабая, ты моя, ты моя, непонятная любовь Я играю непростую роль Когда рядом нет тебя Отпускаю все свои мечты Мне просто нужен ты Я играю точно Когда рядом ночью Отпускаю срочно Мне просто нужен ты Ты моя, ты моя, слабая, ты моя, непонятная любовь Ты моя, ты моя, слабая, ты моя, непонятная любовь Ты моя, слабая, ты моя, слабая, я, непонятная любовь Непонятная любовь Непонятная чувство под названием Любовь с неба веном Быстрее плется кровь Когда встретишь ее На душе так светло Ты взлетаешь вверх Свобода и легко Прошу, мне скажи Какие пароли, какие ключи Сетцу надо найти Нон-стоп, one love Чувства десут себе боль Но хочется любить и пережить Это внос Пускай не досягаемо говорят Куда метишь высоко Пускай сумасшедшая, странная Немножечко коварно местами Но я ее люблю Она мое дыхание Пока живет человек Мы будем искать На вопрос и ответ Как ее в толпе узнать Формулу счастья не найти Но пока это сказка И срок кто-то сни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если ты в себя поверишь То мечта твоя Музыка мне заменяет Целый денег за хвояж Я немного злой Немногословен Сыплю соль на рану Мне сулит сын Да, и много счастья Это правда Там, где нет никого От ни пустыни Я дал обещание Что солнце не остынет Вам бежать за мечтой Чревато И да, я следую за ней Субтитры сделал DimaTorzok